В Москве опять минируют объекты, ну по телефону естественно более 100 объектов заминировано, вот пишут 25 тысяч человек из-за звонков были эвакуированы и так далее, и так далее. И вот в Госдуме опять рассматривался вопрос и прокомментировали даже, а прокомментировал не кто иной, как этот Луговой и сказал, мне очень понравилось, когда мы год назад занимались принятием поправок к закону об ужесточении наказания за ложные звонки, к нам на комитет приходили представители правоохранительных органов. Они, как нам показалось, серьезно над этим работают. Луговой, конечно, комик. То есть год назад они уже серьезно работали и работали-работали, никак не доработают. А почему, он объясняет, обороняться всегда сложнее, чем нападать. Ну это он знает, как с отравлением Литвиненко. Да, обороняться от Литвиненко было гораздо сложнее, чем его взять и отравить полонием. Так что, меня спрашивают, что нужно делать с Луговым. Вы знаете, ну, во-первых, наверное, конечно, судить. Конечно, если бы вот так, положа руку на сердце, да, ну Луговой узнаваемая фигура, да, внешне узнаваемая, все знают. Конечно, хорошо было бы его повесить рядом с тем зданием, где проводятся, ну, из тюрьмы, как люди идут на допрос куда-то, чтобы они проходили. Видели, Луговой висит. И, соответственно, признания были бы более, так сказать, детальными, более, так сказать, от души сделанными, да, более искренними. Ну, так как мы определились, что не будем такими вещами заниматься, ну, значит, Луговой, так же, как и все, будет осужден, где-то будет рожь пилить и так далее. Я думаю, что вполне допустимый вариант был бы отдать его англичанам, чтобы они его посадили за Литвиненко. Но, вы понимаете, в английской тюрьме ему будет очень хорошо, поэтому навряд ли не надо его отдавать. Его надо осудить за убийство Литвиненко, но не отдавать ни в коем случае. А на Индигирку и Колыму. Продолжение следует...